Вы знаете, я думаю, что вот в этой ситуации я написал, что, как говорится, свое условное обращение к руководителям агентств, госсекторам и так далее, не ждите. Пишите заявление и уходите. Потому что если посмотреть эволюцию событий, заявления, которые делаются, если посмотреть, как были представления министров в министерствах, ведь 90% информации, которая была выдана и которая продолжается, она посвящена чему? Тому, что надо очистить государство. Надо очистить государство. В министерстве представляет министр, первым делом говорит премьер-министр, представляя министр о том, что вот мы, так сказать, наведем порядок, мы прекратим и потом 2-3 слова о каком-то будущем. То есть на сегодняшний день стоит задача такая, и она будет пока доведена до конца, насколько я понимаю, потому что, во-первых, это делать легко, во-вторых, существуют в определенной степени объективные причины для определенной категории. И ведь гораздо сложнее выяснять правильно, неправильно, плох, почему и так далее, и так далее. Он госсекретария. Правильно сказано, хорошая идея. Ну, у нас, как говорил в свое время Виктор Степанович Черномыргин, какую партию не создай, все время КПСС получится. Хорошая идея – обеспечить преемственность и так далее. Ну, да, демократическая партия, я многократно и в этой студии говорил, грубейшим образом нарушила свое же, так сказать, свой принцип проведения реформы правительства, втянув этих людей в предвыборную кампанию и так далее, и так далее. Но значит ли это, что надо теперь ликвидировать этот институт, и фактически сегодня возвращаемся к старой системе. То есть будет опять институт политический, министр и все его замы, который придет завтра новый, и снова будем менять всех. А учитывая молдавскую принцип смены, то у нас часто происходит, что сверху до уборщицы. Потому что дальше, кроме того, ну, мы должны прекрасно понимать, что есть определенная часть желающих. Есть определенная часть тех, кто с этой партией шел и завоевал власть и говорит, а ради чего боролись. И так далее. А теперь давайте посмотрим по пальцам. У нас много специалистов в Молдове. У нас, если посмотреть динамику, у нас происходит с каждым годом деградация уровня квалификации работников госаппарата. Постоянно, на протяжении всех годов, уровень квалификации госработников становится ниже, 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 ниже. Старые уходят, приходят новые, которые, как говорится, балла с корабля на бал. Ничего не прочим. Поэтому, естественно, такое решение, на мой взгляд, оно может быть объяснимо эмоционально. А с другой стороны, оно, ну, скажем так, с точки зрения государственного управления, не очень хорошо.